Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст «Сингенты». В этом подкасте мы поговорим на тему сезона 2022 года, что у нас, где и как, а у нас в студии находятся эксперты «Сингенты», с которыми мы, собственно говоря, все это дело и обсудим. У нас технический эксперт по фунгицидам на зерновых Мария Мустафина, маркетинг-менеджер по фунгицидам, опять же, Елизавета Тимонина и менеджер по фунгицидным продуктам на полевых культурах Михаил Непочатых. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, собственно, какой был, есть, может быть, будет сезон 2022 года в зерновых культурах в России? Собственно, мы можем уже сказать, что он удался или нет? Четвертый год. У нас идет холодная весна. Если до этого у нас сразу после зимы зачастую приходило лето, и пшеница очень быстро вегетировала, то в 2022 сезоне озимая пшеница у нас очень долго сидела. От момента кущения до флагового листа в средний где-то около месяца проходила. То есть культура сидела, развивалась очень слабо. Это нам позволило, первое, хорошо раскуститься озимой пшеницы. Там, где посевы были позднего срока сева, слабенький, они все раскустились. Мы видим, действительно, очень хороший потенциал урожая. Ждет Россию и зерна, и качество. Маша, если мы говорим про долгую вегетацию и про отложенную вегетацию, то насколько примерно ты видела в этом году, отложился, допустим, появление флаг-листа от привычных дат? Ну, где-то на две недели шла задержка. Но если смотреть, раньше вот это прохождение от конца кущения до флага все-таки шло как-то более-менее предметно. То в этом году месяц от кущения до флага она сидела. И вот последние вот эти фазы, когда предфлаговая и флаговая, они прошли намного быстрее, потому что температуры стали подниматься. Но в среднем две недели. Окей. Какие проблемы-то были, собственно, в... Сначала ничего не болело. Кроме мучнистой росы и чуть-чуть там внизу септериоза, все расслабились, все успокоились. Да, традиционно запланированные фунгицидные обработки проводили. Но было очень холодно. Были ночные заморозки, вот эти возвратные холода. И мы, проезжая по центральному черноземью, по югу, видели массовые пожелтения листьев. Особенно потом уже, когда пшеничка поднялась, третий лист практически везде, на разных сортах все по-разному, но был желтоватым. Это происходило потому, что в эту фазу, конец кущения, начало выхода в трубку, используются гербициды. Зачастую льются не только противодвудольные, но и противозлаковые в одной баковой смеси. Туда добавляли инсектицид, фунгицид, какие-нибудь микроудобрения. Еще азотика подсыпали. И вот эти сложные многокомпонентные баковые смеси в таких погодных аномальных условиях давали вот эту фитотоксичность. И многие, вызывая эксперта, говорили, вот у нас тут все заболело, вот у нас тут фунгицид не сработал. На самом деле это была физиологическая реакция, особенно вот сорта Львовская 4. Сколько мы проезжали, мы видели, как она четко реагирует на вот такие сложные многокомпонентные баковые смеси. И вот эти листочки были, стояли желтые. Но даже там, где не было обработок, вот эти нижний третий лист сверху тоже стоял желтым. Даже у простых фермеров, где не заходили в почву, в поле. Вообще в этом году многие проводили обработки и не знали, сработает, не сработает. И мы сейчас видим защиту, видим, что многие фунгициды эффективно не сработали именно по причине того, что обработали, а потом пришел заморозок. Ну, это условно холодная весна, она превратилась, точнее, она захватила и лето, получается. Ну, я бы не сказала, что лето. Где-то в конце мая в Краснодаре пошли хорошие погоды. В принципе, за 20 мая пошли уже теплые. Поэтому мы были в Краснодаре, было уже тепло. Да, уже было тепло. Мы приехали, помню, к 23 числа с полным чемоданом теплых вещей и сразу попали в 30-градусную жару. То есть резко от прохладной погоды, когда ночью было 5-7 градусов, мы скаканули в высокие жаркие температуры и в лето. И как на это реагировала, собственно говоря, пшеница? Ну, пшеница стала... пошло резкий скачок септериоза и перенофороза на юге. Пошли вот эти вот заболевания. В этом году из-за холодной погоды много было желтой ржавчины на южных полях, на зимой пшенице. На ячменях пятнистости были, но они тоже сидели, потому что холодно, и грибы особо не хотели развиваться. Но когда установились погодные температуры за 20 градусов, естественно, все очень быстро полетело. Еще основная проблема в этом году отмечалась из-за того, что зимы, когда идет холодная и очень влажная весенняя погода, а зима их формирует неглубокую корневую систему. Ну, не надо далеко стремиться к корневой системе, влаги было достаточно. И потом, когда наступили вот эти жаркие за 30 такие теплые летние дни, пшеница стала очень быстро сохнуть, особенно с нижнего яруса. Вот эта желтизна пошла, и многие понимали, что что-то происходит не то с пшеницей, но это было связано не с протравителями, не с защитой, а именно с особенностями сезона. Ты сказала, да, что весна была холодной, и когда мы объезжали наших клиентов в центральном членном регионе, как раз таки от многих из них были вопросы. Все-таки поля, где болезнь уже присутствовала, тоже были. И перед ними встал вопрос, работать или нет фунгицидом, когда ночью температуры снижаются, если мы говорим не о минусе, а о том, когда температура опускается до минус 5, до минус 4 ночью, но при этом днем у них температура все равно от 15. Есть смысл работать фунгицидов или нужно все-таки подождать, пока температуры вырастут еще? И какие риски? Ну, риски очень большие. Если днем, допустим, 10-12, даже 14, даже 17 было, а ночью температура резко опускалась ниже 5 градусов, даже в плюсовом значении, это очень плохо, потому что когда температура падает ниже 5 градусов, все процессы внутри растения затормаживаются. И если мы с вами высыпаем огромное количество химии и химических ингредиентов на наше это растение, оно и так получается находится вот в этих стрессовых погодных качелях, то мы делаем ему только хуже. И мы рекомендовали, если у вас стоят ночные заморозки, то есть вопрос именно применительных к заморозкам, лучше отложите обработку до возобновления вот именно температурных вот этих рекомендаций. Для фунгицидов существуют все-таки четкие рекомендации, когда вы покупаете фунгицид, вы должны, и вы четко знаете, что с триозолами лучше всего работать минимально 12, но лучше 14-15, стробилурины минимально 10, но лучше все-таки от 12. Но минимально это средняя дневная или все-таки мы говорим о том, что продукт работает, когда температура выше днем? И когда ты говоришь о том, что мы, применяя продукт в пониженных температурах, мы даем скорее стресс культуре, но при этом эффективность продукта сохраняется? Нет, эффективность не сохраняется. У нас были проблемы, когда хозяйство проводило обработку фунгицидами на основе триозолов и аминов, высокосистемных аминов. И для всех аминов вот таких с высокой системностью есть вполне обоснованные рекомендации, что их можно применять от 5 градусов и выше. То есть от 6-6-7 градусов эти продукты будут работать. И многие полагали, что раз 5 градусов есть, надо заходить и работать. Но они не учитывали, что ночью температура опускалась до минус 3-4, и такие дни затягивались, такая погода затягивалась, и полноценной эффективности от обработки они просто не увидели. Ну, то есть у нас к чему это приводило? Снижение эффективности защиты. Мы с вами вышли, мы с вами выгнали опрыскиватель, мы с вами вложились, купили все это, привезли, оплатили работу механизатора, а эффективность, эффективности мы от этого не получили. И плюс где-то мы дали стресс дополнительной культуре, потому что ожогов было много, и фитотоксичности на полях было много. Ну, получается, у нас хотели как лучше, а получили дополнительную фитотоксичность. Как всегда, да. Но производство вообще, аграрное производство, оно всегда нестабильно. Каждый год не похож на предыдущий, и полагаться только на опыт прошлого сезона, ну, все понимают, что это очень сложно. Но с другой стороны, если хозяйство тоже заложники этой ситуации, если сегодня он не зайдет с обработкой, то завтра дочь может ему вообще не даст зайти с этой обработкой. Но мы просто в таких случаях мы разводили и облегчали вот эту стрессовую нагрузку. Допустим, если мы понимали, что с сорняками нужно срочно бороться, то все равно рекомендовали, когда температуры более-менее будут стабильными и будут ниже там плюс 6, плюс 7 градусов, для отдельных гербицидов можно заходить при таких температурах. Лучше сначала решить проблему с сорной растительностью. Инсектицидные обработки в этом году многие сдвигали, в раннюю фазу не заходили, опять же, потому что было холодно, и вредителя самого не было. А с фунгицидами все-таки придерживаться регламентов, которые установлены для конкретных продуктов. А для всех регионов это применимо? Да. Это та инструкция, которую мы, к сожалению, зачастую можем прочитать тогда, когда у нас все сломалось и все пошло не так. Но инструкцию по применению фунгицидов лучше прочитать заранее. Хорошо. Что по поводу, вот мы затронули проблему фиттоксичности, что нам нужно знать, чтобы ее все-таки не допустить. Если те меры, которые говорили, мы уже соблюдать, я имею в виду под температурным режимом, то это нас спасет целиком полностью от фиттоксичности или все-таки еще где-то подводные камни? Помимо температуры нужно очень аккуратно относиться вообще к самому рабочему раствору. Не экономьте на количество рабочего раствора. Очень много есть приверженцев того, что работать 30-20 литрами, так называемое ультрамалое опрыскивание, 50 литров берут и считают, что все это замечательно, пшеничка маленькая и хватит. И в этот рабочий раствор опускают два гербицида, инсектицид, фунгицид и так далее с микроэлементами и с карбамидом или с мочевиной вместе взятые. И еще гуматиками туда подсыпят и считают, что лучше больше. Соляночка сборная получилась. Да, вот лучше этого не делать. Когда погода способствует тому, что пшеница находится в стрессовом состоянии, холодно, то лучше ее не вводить в дополнительный стресс. Маш, ну смотри, мы уже не раз говорили о том, что весна была холодной, о том, что бывает с фитотоксичностью при холодных погодных условиях, но у нас же была и противоположная ситуация на юге с фитотоксичностью в Ростовской области. К нам обращались, якобы триазолы поджигают, поджигают серьезно, особенно когда это сложная баковая смесь. Опять же, всегда была оговорка, это была сложная баковая смесь, регуляторы роста, инсектициды, два типа гербицидов, граминицид, противодвудольник, микроэлементы и азот. И зачастую проводили обработки в вечернее время, вечером температура опускались до нуля, до минус двух, до минус четырех иногда, и получали вот эти вот ожоги. Про это ты говоришь? Да, про это и плюсом, что не только холодные погодные условия могут вызвать фитотоксичность, но и про, нужно не забывать, что и высокие температуры, и линзы, и только применение фангицидов тоже могут вызвать фитотоксичность на культуре. У меня один раз был случай, приезжаю я на Алтай, и везут меня срочно, вот срочно нужен эксперт, поехали, там все горит от септериоза. Я смотрю предыдущую погоду, за неделю прохладно было, 15-17, эту неделю смотрю тоже прохладно. Откуда там, думаю, такая вспышка септериоза? Мы приехали и увидели, что там просто росы обильные, которые были за ночь, вот эти капельки попадали под яркое солнышко весеннее, и просто пожгли, особенно на изгибах, эту пшеничку. Да, действительно, пятнышек коричневых было много, и агроном собирался эти пятнышки лечить фунгицидом. А вот визуально скажи, какое основное отличие, когда ты приходишь в поле, как можно отличить такую фитотоксичность от непосредственно заболевания? Да, нужно смотреть, в первую очередь, куда у нас больше всего действующего вещества попадает, соответственно, действующих веществ из баковой смеси, на изгибы листа и так далее. Как правило, это верхние листья под флаг, если это ранние обработки, то, соответственно, вот на верхнем ярусе листьев и так далее. На изгибах листьев мы увидим четкие симптомы некротических ожогов. Опять же, можно посмотреть, есть ли такое подобное где-нибудь там, где опрыскатель не захватил, это вокруг столбов и так далее, сравнить эти растения с теми, что у нас в проходе опрыскивателя и посмотреть, есть ли разница или нет. И, соответственно, мы четко поймем, что это была фитотоксичность от применения сложной смеси, да, либо это заболевание. Но опять же, заболевание и некрозы, ну, в принципе, конечно, опытный человек всегда поймет. Неопытного сложновато будет разобраться. Что, конечно, нужно заложить, как вы технические эксперты любите, во влажную камеру, потом это все промикроскопировать, но все-таки есть определенные фишки, которые могут тебе дать понять, что это не грибная болезнь. Правильно? Да, да. А теперь можем поговорить про физиологию. Так как физиология, она где, вот, ну, на каких культурах, то есть на всех зерновых она прям, условно, солнце у нас везде светит, по всей стране, и погодные условия они, в принципе, везде бывают. То есть теоретически физиологические, вот, пятнистости, они могут быть по всей стране, правильно? Абсолютно. И абсолютно никак не влияет, я имею в виду, на погодные условия, что, вот, которые способствуют развитию болезней, то есть, если... Нет прямой корреляции, ты хочешь сказать, между грибными заболеваниями и физиологическими пятнистостями? Прямо вот этими словами я как раз и хотел сказать. Абсолютно много факторов влияния на физиологические пятнистости, в том числе и сорт, сортовая чувствительность и так далее. Многие сорта, неважно от какой погоды, ежегодно на них эта ребуха выскакивает, этих вот физиологических пятнистостей. Что, что ребуха? Это что вообще? Ну, это такое сленговое, да, то есть, много-много мелких пятнистостей. Сказали, да, вот именно это слово. Много-много мелких пятнистостей. Вообще физиология, от чего она появляется? На самом деле, в первую очередь, от того, что растение стрессует. По какой причине оно стрессует, это очень сложно угадать, да, это могут быть различные, очень многие причины, абиотические, абиотические и так далее. Но, когда растение стрессует, у него в клетках, в тканях образуются свободные радикалы. Кислорода, так называемые оксиданты, это супероксиды, перекись водорода, они очень токсичны для белков, то есть, они разрушают белки, они токсичны для клеток, из-за этого происходит некротические разрушения в тканях, и мы видим эти физиологические пятнистости. То есть, ребуха это? Это некрозики, хлорозики, некрозики, так называемые, из-за того, что разрушаются белки, клетки погибают, и, соответственно, мы видим эти пятнистости. То есть, это пятнистость, которая вызвана непонятно чем, образно говоря. Это пятнистость, которая вызвана наличием свободных радикалов, кислорода внутри клеток растений. Они почему образуются? Потому что растение само их вырабатывает, это как реакция, ответная на стресс. Какой стресс это может быть? Это может быть жара, это может быть засуха, это может даже пыльцевой ожог, собственная пыльца падает на лист, и происходит ожог, и это всё может быть. Это может быть… Пыльцевой ожог? Может, это только пыльцевой ожог? Это одна из форм физиологических пятнистостей в том числе На ячмене его часто можно увидеть Особенно на озимом, на йоге Пытаются лечить этот бедный ячмень еще фунгицидом На самом деле там не нужен совсем фунгицид То есть это непонятные пятнышки опять-таки Вообще на ячмене известно более 12 типов Обучение были в Визри Они там показывали на своих слайдах Специалисты, микологи Около 12 типов физиологических пятнистостей И чаще всего приходят именно фотографии с ячменя Яровой ячмень, озимый ячмень Стрессует, как сказал Михаил очень верно О нем появляются пятнышки Как правило физиологические пятнистости Отличить от грибных заболеваний на том же ячмене Не представляет особой сложности Как правило это темные пятна Без желтого ореола Этих пятен либо мало Либо наоборот очень сильно много Но надо смотреть на структуру Смотреть листочек этот на просвет, на солнышко И мы увидим, что совершенно здоровая Зеленая листовая пластинка И в центре, допустим, сбоку листа Черное, коричневое пятно Одно, два или несколько Это зачастую тоже воспринимается как болезнь Да, похоже на темно-бурую пятнистость ячменя Но там нет хлороза Часто бывает, что когда на пшенице Даже сами специалисты интенсивных современных сортов Говорят, что чем интенсивнее сорт Тем, к сожалению, он очень чувствителен к изменениям погоды И бывает, что после трех фунгицидных обработок Потенциал стоит более 80-90 центнеров А пшеница вся рябая Как сказал Миша Флаг в белых маленьких многочисленных точечках Сами селекционеры называют ветрянкой Такие пятна Говоря о том, что Ну да, была стрессовая погода Где-то в одной из каких-то фаз прохождения культуры И вот так стрессонула пшеничка Еще есть биотические факторы К примеру, на очменях очень часто Есть такой признак Как гиперчувствительность к мучнистой России Есть ген устойчивости к мучнистой России Мучнистая роса – это облигатный паразит Ячмень сам борется зачастую Некоторые сорта Сами могут бороться с этим заболеванием Убивая клетки вокруг того места Где мучнистая роса решила прикрепиться Соответственно Это иногда называют МЛО-пятнистостью и так далее То есть вот эти физиологические пятнистости Связаны с тем, что сам ячмень Убивает вокруг мучнистой росы клетки И, соответственно, они могут существовать И распространяться в этом случае Это вот как раз реакция гиперчувствительности К мучнистой росе на очменях Я правильно вас поняла, что распределение по листу Физиологических пятнистостей Может быть как какое-то равномерное Когда ты смотришь на просвет И видишь, что пятна распределены Более-менее от начала до конца листа Так и какое-то индивидуальное Когда ты рассказывала пример с ячменем Правильно Если много пятен Очень много пятен И даже если это пятна похожи на болезнь Но они занимают по площади Половина 80-60% листа И четкого понимания, что это такое Когда пятна рассеяны Маленькие они То это, скорее всего, будет неинфекционная пятнистость Если пятен мало Смотрим, есть ли у них желтый ореол Допустим, одно-два темных пятна На том же ячмене Смотрим, есть ли у него хлороз Как правило, когда начинается инфекционная пятнистость Допустим, та же перенофора Попадающая на зерновую культуру Она образует очаг, куда внедрился патоген И потом от этого очага идет пожелтение От темного пятнышка идет пожелтение То есть мицелий распространяется Выделяет токсины В результате своей жизнедеятельности Убивая соседние клетки И еще добавлю по поводу млопеднистости Помню, приехала в Курскую область Там был яровой пивоваренный ячмень с чил Он так назывался Стояла жаркая весна Вообще мучнистая рассоль Там не пахло, посев продувался Но ячмень стоял весь коричневый Вот в этих концентрических кофейных пятнах Млопеднистости Потом полезли в интернет Посмотрели, что в Европе давно эту проблему Идентифицировали Существует список сортов пивоваренных Когда вот этот ген устойчивости к мучнистой росе Даже тогда, когда нет мучнистой росы Но есть стресс В организме растения пивоваренного ячменя Щелкает, что опасность И он начинает сам себя убивать Вот эти, образуя вот эти некрозы Но главный вопрос Нужно ли лечить? Да, это самый главный вопрос Потому что зачастую Может приехать человек Предложить фунгицид Сказать, посмотри, у тебя ячмень Стоит из коричневого, срочно надо тушить А люди, которые выращивают ячмень Понимают, как быстро он может сгореть От инфекционных заболеваний Он начинает применять фунгициды Естественно, физиологические пятнистости Никуда не пропадают Остается негатив И потом он говорит Не нужны мне ваши фунгициды Они на меня тут не работают Это частое явление на наших полях Доказано многочисленными исследованиями Опытом и производственными испытаниями Что подготовить растение к стрессу И снизить риск появления физиологических пятнистостей Можно даже с помощью фунгицидов Такие классы действующих веществ Как стробиурины, карбоксамиды Стимулируют физиологическую активность самого растения Растение легче переживает жару, засуху Максимально лучше усваивает азот То есть максимально комфортно Это растение может пережить Вот эти абиотические, какие-то жаркие, сухие дни И доказано, даже, помню, какой-то немецкий фильм У нас в сети гуляет Что и фунгициды из класса азолов Позволяют снизить вот эти появления физиологических пятнистостей На том же ячмене Можно, конечно, затенить растения Особенно яровой ячмень Были такие опыты над растениями Делали такой верхний полог Закрывали от солнца И под этим пологом ячмень тоже стоял зеленый И здоровый Потому что на солнце не образовались вот эти физиологические пятнистости Но это все-таки, наверное, неприменимо для производства Закрыть в тысячи сто гектаров Экспериментировать скорее От сорта будет зависеть Одному сорту надо много солнца Другому мало солнца Накроешь и все Там появится, а там не появится Попробуй угадай Тут все это так В своих рекомендациях Если я вижу, что ячмень стрессует И по нему пошли физиологические пятнистости Рекомендовать триазолы не надо Применять триазолы по физиологическим пятнистостям Также не надо Это дополнительный будет стресс Если там нет грибных заболеваний Триазолы лучше отложить А вот применить стробилурины или карбоксамиды Применить те же аминокислоты Которые позволят растению С этим абиотическим стрессом С микроэлементами справиться Тоже один из таких приемов Который позволит нам Не остановить полностью это развитие Но хотя бы уменьшить Ну и еще хотелось на самом деле добавить Что все-таки растение это живой организм И четко совершенно сказать рынку И ответить на вопрос самому себе На что растение пшеницы Тот или иной сорт отреагирует Физиологической пятнистостью Или еще чем-либо Очень сложно зачастую И погодные условия И сорта очень отличаются друг от друга И то, как этот сорт среагирует На применение какого-либо продукта Вопрос зачастую открытый Помнишь, у нас была ситуация Когда мы хотели привести клиентов На полевой город И показать им, как не нужно работать Триозолами И применили норму продукта Нашего магнела в три раза больше Для того, чтобы показать Что же такое ожог Фунгицидный ожог И сказать, вот, пожалуйста Вот так делать не нужно И в той ситуации И в тех погодных условиях В которых мы это сделали А все равно было жарко Мы не получили никакой фидотоксичности Но при этом Бывает ситуация совершенно противоположная Когда ты работаешь продуктом Нормальную температуру Нормальной нормой К сожалению, все равно получаешь ожог Да, у нас на Орловской полевой площадке 10 или 8 сортов озимой пшеницы И вот мы там видели Достаточно четкую реакцию Одни сорта среагировали На то же применение микроудобрений По цветению Влаговый лист стоял С мелкими белыми крапинками А другим сортам Это было совершенно Индифферентно Да, они вообще стояли зеленые И красивые И никаким образом Никакой фидотоксичности Там не было никаких Фиологических пятнистостей В том или ином случае Все определяет сорт Его устойчивость Или наоборот Восприимчивость к стрессам Все определяет погода И состояние самого растения Как только вы видите Что что-то происходит Начинает желтеть Ваши листья Пошла какая-то физиологическая Пятнистость А она может связана Не только с некрозами Она может просто связана Желтые пятна Выкопайте это растение Посмотрите на его корневую систему Может быть Там его кто-то Это бедное растение Снизу начинает кушать Либо Эта корневая система Встретилась С каким-то уплотнением С каким-то Комком Той же У нас были случаи Когда Приехали мы Горох Горох пошел Нижние ярусы Все хорошо А верхние Стали желтеть Появляются пятна Куча приезжала народа Куча приезжала экспертов Говорили Что надо срочно Тут вылить фунгицид А мы стали выкапывать эти растения И посмотрели с коллегами Что там где Система корневая гороха Встречалась С остатками Предшественника Пшеницы И Там именно Эти растения Начинали темнеть Появлялись темные Темные Желтые хлорозы И некрозы И было очень похоже На болезнь А там где корневая система Не сталкивалась Под землей Ни с какими Остатками пшеницы Там стоял совершенно чистый И здоровый горох Поэтому в любом случае Нужно провести расследование Нужно внимательно Осмотреть Растения Как поступает доктор Нужно изучить Весь анамнез Окей А вот Все-таки Если очень кратко И Может быть Даже по пунктам Как Вот Сельхозпроизводителю Агроному Прямо на поле Ну Те профессионалы Которые это могут Там с первого взгляда И на основе Своего богатого опыта Это одни Ну вот Те наверное У кого поменьше Этого опыта Как им все-таки Определить Откуда оторвать Этот лист Как на просвет Его подержать Можно там Какой-то Алгоритм озвучить Да Выйти в поле И посмотреть Если пятнистости Распространены Повсеместно На всех растениях Посмотреть На каком ярусе Листьев Эти пятнистости Сорвать растения Поднять И посмотреть Лист На просвет Прежде всего Надо посмотреть На Те листья Где есть проблема Если все Зеленое Красивое Листья Смотреть на просвет Мы смотрим Листья с пятнами На просвет Смотрим их Внимательно У нас У всех Сейчас есть Лупы Лупы и на телефоне И так Смотрим Это пятно Со всех сторон Если этих Пятнистостей Много И они Не похожи Ни на септорию Ни на перенофору Ни на ржавчину Ни на мочнистую Росу Если говорить Конкретно Про пшеницу Я думаю Здесь стоит В первую очередь Определиться С ярусом Где эти пятнистости Присутствуют То есть Как правило Все пятнистости На зерновых культурах Они идут снизу Соответственно Если это в первую очередь Пшеница И если у вас Появляются пятнистости На флаговом листе А снизу Под флаг И третий лист Они чистые К примеру То это явно Что-то Физиологическое Потому что Септория Или перенофора Она не может Поразить только флаг И не поразить Под флаг Соответственно Какая-то реакция Это в первую очередь Это частое мнение Которое Бытовало И бытует Еще Очень давно Но Я в своей практике Видела Что при совершенно Чистой Нижний Нижний ярус Листьев пшеницы Будет чистая Сверху Идет перенофора Сверху Идет ржавчина Это может быть Если нижний ярус Был защищен фунгицидом А верхний ярус Не был защищен фунгицидом Тоже такое возможно Вот Поэтому я и сделаю Этот комментарий Чтобы мы понимали Что Совершенно верно Если наверху Много пятен Опять же Нужно изучать Характер этих пятен Лучше всего Сфотографировать И отправить фотографии Этих пятен Кому-то из Фитопатологов Которым вы доверяете Потому что Самому поставить В поле диагноз Неопытному Я думаю Что очень сложно Миш Нет? Сложно Но возможно Тут просто Четкий алгоритм Выйти в поле Определиться Когда был фунгицид И где он был Какой фунгицид Был ли он там вообще Или нет Посмотреть на яруса Опять же Где появились Эти пятнистости Нижний ярус Средний или верхний Потому что Чаще всего Они проявляются На верхнем ярусе Есть исключение В виде реакции Гиперчувствительности На мучнистую росу Потому что Эти пятнистости На ячменях Могут идти Как раз таки снизу Ибо мучнистая роса На большей степени В нижнем ярусе Дополню Дополню И еще На зимой пшеницы Особенно в этом году Мы увидели Верхние листья Совершенно чистые Зеленые А нижние Желтые И с некрозами От сложных Баковых смесей При холодных Погодных условиях То есть прежде всего Что было на поле Две недели назад Неделю назад Чем работали Правильно? Да, все верно Я сказал фунгицид Но тут лучше Наверное сказать Действительно Про баковую смесь Не важно что Что вообще было Что было вообще в поле Конечно Это наверное Самый первый вопрос Должен быть Развучать здесь А потом уже Определяться с ярусами Потом уже смотреть А если вокруг пятен Хлоротичный ореол Или нет И так далее Можно потом подождать Немножко Посмотреть Как это развивается Либо просто В чашку Петри Заложить Или во влажную камеру И посмотреть уже Пригласить специалиста И так далее Ну вот какие-то Банальные вещи Выйти Посмотреть Определиться Что там было Посмотреть на ярусность Посмотреть на хлоротичный ореол Это уже Позволит Ответить на какие-то Вопросы Согласна У нас был случай Когда присылают Фотографии По ватсапу И спрашивают Это перенофора Я понимаю Что это была Перенофора Это не физиология Но это Пролеченная перенофора Ну по цвету Там по характеру Распространения И по тому По той информации Что сказали Что здесь был фунгицид Там 10 дней назад И я понимаю Что все сработали Правильно С хорошим нанесением С хорошей нормой В таких случаях Так же Как вот сказал Михаил Поставьте колышки Возле этих растений Там какие-то Завяжите ленточки На этих На этих На этих растениях Чтобы Прийти туда Через неделю Через 4-5 дней И посмотреть Увеличиваются Эти пятнышки Идет ли нарастание Этих Появления новых пятен Или эти пятна Остались И новые Не образуются И когда что Ну в каком случае Это будет Физиология В каком Надо срочно Применять Фунгицид Если пятна Нарастают И эти пятна Четко Показывают нам Что это перенофора Значит мы что-то Сделали В предыдущей обработке Не так Нужен фунгицид Если пятна Не нарастают Если они остались На том же уровне На котором были То значит просто Это Либо Мы пролечили Эту перенофору Либо эта пятница Была физиологическая Я бы сказал Укрупняются пятна То есть они становятся Сами больше Потому что их количество От физиологии Может тоже увеличиваться Но они останутся Такими же мелкими Такими же темненькими И самое главное Они будут скорее всего Без всякого Какого-нибудь Ореола Флоратичного Вот в чем Вопрос А перенофора Она живет И выделяет токсины Соответственно Ореол будет появляться И здесь надо как раз Посмотреть Появляется ли вот этот Хлороз вокруг этих пятен Или нет Укрупняются ли пятна Сами по себе Или нет Но тоже может быть поздно То есть здесь Все на чашках весов Потому что Четыре дня подождать Потом зайдут дожди Начнутся недели И так далее И все упущено То есть тут такой вопрос Который нужен Фермеру наверное самому уже Думать И принимать на себя риски В первую очередь То есть можно Применить в принципе фунгицид Либо ждать Чтобы понять Физиология Это или не физиология Но с точки зрения Как ты уже сказала То есть если применять Продукты Которые могут помогать И в том и в другом случае А это допустим Стробилурин содержащий Или карбоксамид содержащий Продукты Которые могут в том числе И помогать с борьбой С физиологическими Листовыми пятнистостями Как ты сказала Они улучшают состояние Общее состояние Растений Это там нитротредуктаза И так далее Хлорофилл Там питание И там подобное Но они же напрямую Еще действуют Против Вот этих вот Чтобы не вырабатывалось Вот эти вот Супероксиды Так называемые То есть они напрямую Активируют фермент Супероксид Дисмутазу Которая разрушает Эти свободные Форма кислорода Разрушают Эту перекись водорода И соответственно Их становится Меньше концентрация В организме растений И соответственно По крайней мере Не происходит Нарастание Вот этой проблемы Проблематики Физиологических пятнистостей Понятно Что мертвую ткань Мы уже не вернем Живой воды не существует Но по крайней мере Живая ткань Останется живой И у нас не будет Нарастания проблематики В этом случае Физиологических Листовых пятнистостей И плюс Как фунгицид Если это перенофора То продукт Естественно Сработает Против нее Это На примере перенофора Естественно Есть и другие примеры В виде там Мучнистой росы И тому подобных вещей И реакции на нее На них Да Помимо физиологических Пятнистостей Может быть просто Физиологическая реакция Допустим Той же озимой пшеницы На какой-то Стресс Зачастую У нас бывают Ранние весенние Возвратные Вот эти заморозки Холодная погода Опускается Температура Ниже Пяти градусов И некоторые Интенсивные сорта Может посветлеть Появиться Хлороза На листьях Это тоже Физиологическая Но это не пятнистость Уже А физиологическая Реакция Растения На стресс В данном случае Никакие Стробиолурины И карбоксамиды Особо не помогут Когда холодно Здесь лучше Применить комплекс Аминокислот И микроэлементов И так же Мы поможем Пшенице Вернуть Свой зеленый цвет Потому что И микроэлементы И аминокислоты Помогут Растению Снизить Вот этот Накал Стресса Плюс Восполнит Недостаток Компонентов Для формирования Хлорофила Хлоропластов И вот Вернут Нам зеленый Цвет Листьев Хорошо Коллеги Спасибо Что пришли На подкаст Сингенты В эту студию И Подписывайтесь Уважаемый слушатель На наш подкаст На всех Доступных В России Подкаст платформах Пишите вопросы Экспертам В комментариях В телеграм Или вконтакте Самые интересные Вопросы Мы обязательно Зададим Нашим Экспертам В следующих Эфирах Нашего подкаста Спасибо На этом Мы заканчиваем Очередной выпуск Подкаста Сингенты Коллеги Благодарю Что вы пришли И До новых встреч В эфире